Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы попытаемся сейчас взглянуть на четвертую главу послания апостола Иакова. Четвертая глава продолжает тот разговор, который начался в третьей главе, и уже уводит от темы языка собственной необходимости отвечать за свои слова к той сути, которую эти слова выражают. Апостол говорит, задавая риторический вопрос своим читателям, откуда у вас берутся вражды и распри, почему это происходит, почему в ваших общинах возникают эти самые вражды и распри. И это вопрос, который, вообще говоря, тоже полезно и себе задавать. В любую эпоху, вероятно, апостол Иаков, обращаясь к своим читателям, имеет в виду какие-то известные им и ему конкретные проявления споров, ссор, разделений в ранних христианских общинах. Ну вот, но в наших это тоже бывает, поэтому полезно посмотреть, как видит это все апостол Иаков, как он об этом рассуждает. Он говорит о том, что на самом деле все распри, вся вражда происходит потому, что ваша воля направлена не на то, на что нужно. Ваша воля не направлена на мир, ваша воля не направлена на добро. Поэтому, говорит апостол, у вас ничего и не получается. Вы желаете и не получаете, не можете достигнуть, не имеете того, что просите, либо потому, что не просите, либо потому, что просите не на добро. Цель, к чему направлено человеческое сердце, молитвы, поступки, если это не Бог, если это не правда Божья, плод, который сеется в мире у тех, кто хранит мир, то тогда это все равно будет разваливаться, это ни к чему, кроме вражды, не приведет. И, в общем, это чрезвычайно важная вещь. Понимаете, апостол предлагает посмотреть, хотя бы иногда взглянуть на себя, с кем твое сердце, куда направлены твои желания, что ты по-настоящему хочешь и ради чего. И, в общем, как и другие люди в его поколении, апостол Лаков говорит о том, что в конечном итоге вот есть два пути. За правдой Божьей, за волей Божьей, за истиной, слово, которое дано нам, и это слово о Христе, либо в конечном итоге любые другие желания, которые с Богом не связаны, которые ни на Бога, ни ради Бога направлены. Вот он говорит, что в конце концов это все дружба с миром, дружба с миром, потому что вот твой выбор, либо ты подчиняешься ценностям этого мира, таким, каким они кажутся этому миру, либо строишь свою жизнь, вот, так сказать, с Богом в качестве путеводной звезды. И либо то, либо другое. И враждебность, распри, вот отсутствие мира, отсутствие солидарности и благодати в жизни, в отношениях, оно обусловлено именно тем, что мы не на Бога смотрим и не за Богом идем, а о своем думаем. Понимаете, вот это чрезвычайно важная вещь. И поэтому апостол говорит о том, что на самом деле это получается тогда покорность дьяволу. Вот он предлагает в седьмом стихе именно такой выбор. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Ну, помимо того, что, конечно, здесь речь идет о нравственном выборе, мне хотелось бы обратить внимание на вот эти вот потрясающие слова восьмого стиха. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Апостол видит, может быть, в контексте всей истории Ветхого Завета, может быть, в контексте собственного опыта, видит человеческую жизнь как что-то, что может быть приближением к Богу, додвигаться к нему. Если что-то менять, то менять так, чтобы становиться к Богу ближе, хранить верность ему в том, что уже мы там о Боге поняли, до чего достигли. Вот приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Что значит приблизиться к Богу? Апостол вот объясняет, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Вот изменение жизни, очищение ее, очищение от греха – это и есть приближение к Богу. И не менее поразительно то, что он говорит, и Бог приблизится к вам. Бог откликается на эти наши попытки его найти, попытки к нему приблизиться. Это совершенно потрясающая тоже вещь, которая очень может помочь и утешить человеческое сердце. Вот он говорит, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Далее во второй половине четвертой главы апостол снова предупреждает, предостерегает о злословии, о ссорах, разногласиях и спорах, и говорит, не злословьте друг друга, братья, не злословьте, потому что в этом есть хула на закон. Он уже раньше говорил о том, что на самом деле мы призваны беречь мир, мы призваны в первую очередь миловать, потому что милость превозносится над судом. И вот поэтому он говорит, законодатель-то один, один законодатель и судья, и только он может спасти и погубить. Ну и куда ты со своим злословием пытаешься встрять? А ты кто, который судишь другого? Еще одна важная и тоже очень полезная на практике мысль в четвертой главе послания апостола Иакова – это, наверное, можно было бы сказать наши прогнозы. Апостол говорит, ну вот посмотрите на себя, как вы не принимаете Бога в расчет, когда строите свою жизнь, когда вы о нем забываете. Его, может быть, спрашивали, что значит забываем, мы все помним. Говорит, да, помните, вот посмотрите. Ты говоришь, на следующей неделе поеду туда, куплю билет, буду там торговать, получу прибыль, вернусь там и так далее. Как Господь Иисус выражается в таких случаях, «безумец всю ночь душу твою истяжет от тебя». Апостол предлагает своим читателям даже на уровне слов и на уровне поступков говорить и думать о том, что если Богу будет угодно, мы принадлежим Богу, Богу принадлежит наша жизнь, и наш завтрашний день только Богу известен. Поэтому, он говорит, он пишет, говорите так, если угодно будет Господу и будем живы, то будем делать то или другое. И это практическая вещь, которая при всей своей кажущейся простоте на самом деле очень важна, потому что это тоже форма и способ молитвы, форма и способ жизни в пространстве перед лицом Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok